Как 24 июня 1945-го прожекторы освещали небо над Красной площадью Москвы во время Парада Победы, так в этот же день в 2022 году мощные световые лучи озарили светом исторические здания, мемориалы и памятники погибшим в страшной войне. Несмотря на дождливую погоду, горожане пришли, чтобы выразить уважение стойкому поколению победителей. Ну и всё здорово очень, конечно. Мы не ожидали, что всё-таки это всё состоится. Акция одновременно прошла в восьми районах Иркутска. В том числе на предприятиях, где люди трудились ради Победы. На Иркутском авиационном заводе, восточно-сибирской железной дороге, заводе тяжёлого машиностроения имени Куйбышева и других. Небо освещалось над Байкальским кольцом. Там установят стеллу в честь звания Иркутска, как города трудовой доблести. Включали прожекторы и на курорте Ангара, стадионе труд и у мемориала «Вечный огонь славы». Для иркутян это ещё один очень хороший момент, когда мы можем вспомнить о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, вспомнить о людях, которые трудились в тылу. В рамках ознаменования присвоения городу трудовой доблести мы в этом году осенью откроем стеллу, которая будет как раз посвящена героям труда, которые в тылу ковали победу. Акцию организовали ещё в 2020 году по предложению президента Владимира Путина. С каждым годом к участию присоединяется всё больше и больше территорий. И, по словам Руслана Болотова, в Иркутске мероприятие станет традиционным. Дарья Андреева. Новости. Сейчас.